Экономика и ничего больше. Здравствуйте. За шесть лет площадь земель на одно крестьянско-фермерское хозяйство увеличилась в два раза, а количество самих КФХ уменьшилось на 42%. Таковы данные о сельскохозяйственной микропереписи. Полностью и окончательно Росстат сформулирует их к концу этого года, а пока в ЦИОМ сообщает о том, что 43% наших сограждан имеет ту или иную загородную недвижимость или хотя бы участок земли. 10 лет назад таких было 40%. Но за эти 10 лет доля россиян с загородными домами, пригодными для жития в них не только летом, но и зимой, утроилась с 5% до 16%. При этом 70% владельцев такой недвижимости заняты выращиванием урожая для себя. Только отдыхают и развлекаются на своей даче 33%. Для коммерческих целей, по данным в ЦИОМ, загородная недвижимость практически не используется. Только 3% опрошенных признали, что производят там продукцию не только для себя, но и на продажу. И еще меньшая доля, 1%, сдают дачу в аренду. И что же занимает четвертое и пятое место в списке самых популярных культур на нашей даче. Я просто думаю, что в топ-3 никто не сомневается. Каждый пятый дачник выращивает морковь и 16% выращивают зелень. В лидерах, как вы понимаете, смотрите на таблицу, все видно. Товары для шашлычного досуга подорожали на треть по сравнению с апрельскими ценами прошлого года. Сильнее всего в цене вырос древесный уголь. По данным чек-индекса, это аналитический ресурс, который обрабатывает чеки с миллиона с лишним касс в России. На 77% этот уголь подорожал, причем объем его продаж сократился на 30%. Средний чек на покупку мангала 1172 рубля, вырос на 28%. Объем продаж упал на 33%. Собственно, шашлык. Средний чек 498 рублей на 17% выше, чем в апреле прошлого года. Объем продаж всего на 12% ниже. Эксперты чек-индекса связывают снижение продаж с погодой. Прошлый апрель был куда теплее, и люди выезжали за город чаще. Ну а рост среднего чека – отражение инфляции. Экономика всюду. Наблюдаем пристально. Редактор субтитров А.Семкин